Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновский может стартовать общероссийский эксперимент с платными перекрестками. В Засвияжском районе расширит улицу Александра Невского. Кому вершки, кому корешки, как собирать валежник по закону. Ульяновские спортсмены завоевали высшие награды межрегионального турнира. Новость дня. Дороги не для всех. В России могут вести платный проезд через некоторые перекрестки. И Ульяновск может стать одним из городов, где стартует экспериментальный проект. Поясним. Плату за проезд перекрестка предполагается собирать только в определенное время суток. Благодаря такой мере, полагают инициаторы нововведения, люди начнут планировать свои поездки и выбирать пусть и более длинный, зато бесплатный маршрут. Таким образом уменьшатся пробки. Есть даже расчет, что порядка 10% водителей будут выбирать другую дорогу. Что думают ульяновцы об этом? Я против, потому что в Ульяновской области не такой высокий уровень заработной платы и проблему пробок, я думаю, этим не решить в нашем городе. Платная стоянка – это одно, платная дорога – это другое и платные дороги, наверное, не нужны. Платные стоянки, как решение каких-то проблем, да, это я за. Люди зарплату получают маленькую, пенсия пенсионеров тоже и кто-то будет там ездить. Поборы только для народа, очередные. Вот что поможет больше. Думаю, что нет. А что поможет, на ваш взгляд? Что поможет? Расширение просто проезжих частей. Вот что поможет. А так больше ничего. В закон о валежнике, который принят в России с 1 января, внесены поправки. Авторы законопроекта хотели, выражаясь народным языком, убить двух зайцев, почистить леса от гнили и древесных завалов и оказать поддержку нуждающимся в дровах. Однако, следуя букве закона, лес почистит удастся лишь незначительно. В нюансах разбирался наш корреспондент. Еще до недавнего времени каждому гражданину России за принесенную из леса жертв или палку грозил штраф. Казалось бы, теперь ограничения, снятые и повальные ветром лесины, могут быть использованы. Валежник можно собирать только ручными инструментами. Пилы ручные и топором. Бензопилы запрещаются. Пилить лес в деревья тоже нельзя. Ветровал, который вот с корнем лежит, например, его тоже нельзя. И сухостой, и ветровал валежником не считается. Еще валежником не считаются порубочные остатки в местах заготовки древесины. Если ветер сломал дерево посередине ствола, то верхнюю часть вы можете смело забирать себе. Но то, что осталось на корню, если даже уже и расти не будет, спиливать и забирать нельзя. В новом законе все непросто. Например, вот это дерево брать нельзя, хотя оно и сгнило. У него видны корни. И это ветровал. А вот это валежник. И оно уже сгнило. Оно валяется. Оно упало без корня. Так удастся ли почистить леса с помощью этого закона? Специалисты говорят, что нет. Ведь если гнилушка повисла на соседней кроне, трогать и ронять ее нельзя. То же касается и веток, которые остаются от нерадивых лесорубов. Опасность, которая угрожает лесу от этих остатков – развитие паразитов. Вредители, надежно прикрытые сугробами, могут зимовать в кучах палок. Также есть вероятность развития на здоровых деревьях, грибов-паразитов и черной плесени. Большая часть древесины по-прежнему будет гнить и естественным путем уходить в землю. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске расширят улицу Александра Невского. Соответствующее распоряжение глава города Сергей Панчин дал в рамках объезда Засвияжского района. Также решено пустить через микрорайон «Новая жизнь» автобусы большой вместимости «ЛиАЗ». Также будет проработан вопрос установки светофорного объекта на перекрестке улиц Александра Невского и Стасова. Как отметил глава города, микрорайон растет высокими темпами, поэтому поставлена задача обеспечить его транспортную доступность. До конца летнего периода будет подготовлена проектно-сметная документация по расширению дороги, а в бюджете 2020 года должны быть предусмотрены средства на выполнение работ. Не забыли и про детей. Помещения второго корпуса детского сада номер 63 практически готовы, туда завозится оборудование, мебель и кухня. Планируется, что новое дошкольное образовательное учреждение под названием «Белка и Стрелка» распахнет свои двери для будущих воспитанников уже в этом году. Картины в экспериментальных техниках и символы наследия представила взору публики Анастасия Романова. Художница открыла выставку в кузнечном дворе Корч. О чем повествуют ее работы и к чему привели опыты со стеклом? Подробнее в нашем материале. Пронизанная любовью и теплом в центре города открылась экспозиция художницы Анастасии Романовой. Приданная – так называется выставка из 80 работ в различных техниках. Название выбрано не случайно, Анастасия вложила в него сакральный смысл. Не материальные ценности, а духовные, приданные для автора не сундук с драгоценностями, а таланты и умения, которые наследует девочка. Мастерица рассказала о значении символов, зашифрованных в экспонатах. Крылья для меня – это символ творчества, полета, вдохновения, мечты и так далее. Ключ, дом, сердце, птицы, окно и так далее. Ну то есть выставка доставляет задуматься о подлинных истинах. Коллажи инкаустика, а также экспериментальная техника с объемными изображениями. Всего лишь два слоя стекла, капли витражной краски и картины буквально оживают. Нестандартные арт-приемы вызвали интерес у зрителей. Гости выставки поделились впечатлениями. Атмосфера очень уютная, то есть очень хорошо, очень все красиво сделано, очень приятно. Красивые коллажи, красивые картины. Ее работы очень женственные, очень творческие. В них есть хороший наив, и он такой приятный для нас девочек. Открытие экспозиции прошло при свечах душевной камерной обстановке. Придан Анастасии Романовой разместился в известном Кузнечном дворе Корч на Федерации 21. Выставка будет радовать гостей три месяца. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Не только настоящие мужчины играют в хоккей. Сегодня в Ульяновском физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» стартовал межрегиональный турнир по хоккею шайбы среди девушек. В гостях команды из Самары, Казани, Нижнего Новгорода, Кирова и Перми. За событием наблюдал Павел Половов. Ульяновской команде нет еще и двух лет, поэтому опыта совсем мало. Причем не только соревновательного, но и тренировочного. Главное, на что рассчитывают игроки, болельщики, тренерский состав, как раз и есть – приобретение практических соревновательных навыков. Честно говоря, думаю, радость на лице, потому что у нас большой хоккей, у нас чемпионат по фории, межрегиональный турнир и еще на льду у нас сегодня девушки. И это олимпийский вид спорта, это перспективное направление, девчонки могут себя проявить, показать. Этот возраст, 12-14 лет, он тоже достаточно перспективный. И я могу сказать, что в спортивной нашей школе всего там четвертый год идет, да, женская команда у нас набрана прошлый год. Это вот такое наше родное детище. Значимость мероприятия подчеркнул визит главного федерального инспектора по Ульяновской области. Быть гостем чемпионата и поддержать девчонок он считает своим долгом. Сегодня мы открываем четвертый уже межрегиональный турнир по хоккею среди девушек 2002-2006 годов. Этот турнир проводится по инициативе и непростоятельно под патронатом полномочного представителя президента в Привозском федеральном округе. Площадкой для проведения турнира Ульяновск выбран за опыт в организации подобных мероприятий. Как говорят иногородние тренеры и игроки, наш лед очень быстрый. Раздевалки удобные, а прием теплый. Соревнования «Фок-лидер» продлятся до четверга. Павел Половов, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды. В поселке Комсомольский Мордовской республики прошел третий открытый межрегиональный турнир Ордатовской епархии по русскому рукопашному бою. Подробности у нашего корреспондента. Третий открытый турнир Ордатовской епархии по русскому рукопашному бою собрал 123 участника из четырех регионов и семи епархий по Волжье. Конкуренция за награды сумасшедшая, однако бои и призы, по мнению священно-начали Ордатовской епархии, не главное в этом турнире. Наша задача в общей церкви – объединять молодежь. Ну, а как объединять? Конечно, через разные направления, в том числе и через спорт. И вот мы как бы всегда стараемся покровительствовать спорту. И тем более это новое для них, потому что под эгидой церкви. А общаясь с ними, мы невзначай и духовно их восхитываем. За годы проведения внутриреспубликанский турнир вырос до межепархиального. И уже сейчас мало кто возьмется назвать его местным. И участников больше, и их уровень подготовки уже всероссийский. Было очень мало команд, участников около 100 человек, даже поменьше. Второй турнир был от Нижегородской области, приезжали боевые самбисты из села Сеченова. Было 100 человек, сейчас уже 4 региона и 123 участников. То есть турнир растет, набирает силу. Большинство из представителей клуба «Пересвет» при Жадовском монастыре – новички. Тем более, что по правилам русского рукопашного боя многие никогда не выступали. Ориентироваться приходилось на ходу. Этим и объясняются немногие невнятные выступления в начале. Зато в финалах и полуфиналах «Пересветовцы» дали жару соперникам. Те, кто уступил в полуфинале, не оставляли шансов соперникам в боях за бронзу. Ну, прежде всего, ребята, соревновательный опыт. 7 золотых медалей, несколько призовых, третьих, вторых мест. Я считаю, очень хороший результат. Одну из самых боевых золотых медалей выиграл 20-летний пересветовец Николай Даричев. Студент Жадовского сельхозтехникума только восстановился после операции и выступал в более тяжелой весовой категории. Да и соперники Николаю попались не подарок. Уже в полуфинале его наградили истинно мужским украшением. Однако он выдержал и занял первое место. Синяк этого стоит, говорит чемпион. Не только золотой медаль, а для самого себя, что я все еще встрою, все, что я могу заниматься этим спортом и продолжать двигаться, биться дальше, брать другие высшие, стоящие титулы. Вторая половина весны для ребят из Пересвета будет боевой. Клуб намерен принять участие в нескольких серьезных соревнованиях, самый главный из которых – всероссийский мастерский турнир Кубок Жадовского монастыря. Он пройдет в Ульяновске 11 мая. В ближайшие сутки в регионе ожидается похолодание. Ночью температура воздуха составит около 4 градусов ниже нуля. А завтра столбик термометра поднимется лишь до плюс 1 градуса по Цельсию. При этом сохранится ясная солнечная погода. А ближе к вечеру ожидается небольшая облачность. Магнитное поле спокойное. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин